Ольга Варенина, доброе утро. Расскажите о цифрах этой ситуации на сегодня. Исходя из эпидсезона, который у нас на настоящий момент имеет место быть в республике Саха-Якутия, необходимо обратить внимание, что сейчас основные случаи, большинство случаев начинают выявляться в районах нашей республики. Сегодня в городе Якутске примерно стабильность и 40 случаев выявлено, в Мирненском районе 7, в Татинском 6 случаев, в Алданском, Верхнебилюйском, Мегино-Кангаласском и Хангаласских районах по 4 случая. В Среднеколымском и Чуропчинском по 3 случая, в Вилюйском и Жиганском районах по 2 случая. Наши медицинские организации вместе с управлением Роспотребнадзора по республике Саха-Якутия работают по выявлению всех ближайших контактов и, соответственно, выдаче соответствующих предписаний для их изолирования. За последние сутки зарегистрирован один летальный случай. Необходимо обратить внимание, что большинство летальных случаев на территории республики связано прежде всего с теми больными, которые имеют осложненные хронические заболевания. И, соответственно, это в основном группа риска граждан не старше 65 лет. Поэтому я еще раз обращаю ваше внимание к детям. Я обращаюсь к тому, чтобы берегли своих пожилых родителей, старших братьев и сестер. Сегодня это действительно достаточно важно. Я хочу обратить внимание на такой момент, что лица пожилого возраста, как правило, хотя и являются стойким поколением, потомками, которыми мы являемся, но достаточно долго происходит сам по себе последующий процесс лечения. В связи с чем на медицинские организации ложится большая нагрузка. Сегодня мы создали весь комплекс, закончили создание всего комплекса дополнительных и инфекционных коек по ОРВИ, и дополнительных инфекционных коек по КОВИДу. И я думаю, что практически постараемся уже к этой субботе снять все вопросы, которые были связаны с длительностью госпитализации. Мы также продолжаем непосредственно в пределах работать около 4000 исследований в день. Лаборатории работают многие у нас, в том числе и в круглосуточном режиме. И вообще в целом за весь период зарегистрирована обработана 463 теста на всей территории республики. Я хочу обратить внимание, что исходя из сложившейся ситуации, которая связана и с пожарной ситуацией, которая существует на территории республики, нами сегодня принято решение для больных, которые связаны прежде всего с астматиками наших, открыть отдельную горячую линию в Министерстве здравоохранения. Номер этой горячей линии 701 203, 8 914 2 701 203. Этот номер появился у нас в том числе и на сайте Министерства здравоохранения. Даст нам возможность прежде всего разгрузить линию, которая работает у нас по поликлиникам, по скорой помощи для того, чтобы те, у кого есть астма, в связи с затруднением дыхания, необходимостью оказания помощи, соответственно, они могли обращаться по данному телефону. На что еще хочу обратить внимание. Да, действительно, сегодня до наших медицинских организаций достаточно сложно дозвониться, в том числе до поликлинического звена. Но наши медики поднимут трубку. Сегодня мы усилили медиков как волонтеров из числа медиков, так и ординаторами. Просто-напросто нужно немного проявлять терпение. Достаточно часто в последнее время в социальных сетях появляется ряд обращений, связанных с тем, что граждане достаточно плохо себя чувствуют и не приходит скорая помощь. Я обращаюсь сегодня к родственникам, которые выступают от имени больных. У меня огромная просьба. Вначале спросите у больных, нужна ли им эта помощь. Мы вчера потратили наши медицинские организации, были отвлечены на выявление больного в течение дня. Целая бригада на целых два часа для того, чтобы мы приехали. Нашли больного. И оказалось, что от госпитализации больной отказывается. Тогда как, соответственно, обращение родственников в социальную сеть заставило нас осуществлять эту деятельность. Поэтому огромная просьба. Есть линии Министерства здравоохранения. Безусловно, мы будем реагировать на любой крик о помощи. И проверять каждый случай, если имело место быть длительная госпитализация. Ну, пожалуйста, пожалейте и медиков в том числе. Они работают на пределе своей нагрузки. Спасибо.